Сегодня, буквально через час, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пройдет переговоры с министром иностранных дел Индии. В ходе встречи с Турной обсудят ключевые направления российско-индийских отношений с учетом достигнутых ранее достиженностей и предстоящих контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях. Министры проведут сверку часов по вопросам сотрудничества на площадках ООН, БРИКС, ШОС в формате России, Индии, Китай, а также по важнейшим глобальным и региональным проблемам, включая политический процесс в Афганистане, урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подходы к формированию надежной и неделимой архитектуры безопасности на пространствах Тихого и Индийского океанов. 12 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Судан, который посетит Москву и Россию с визитом. Создается обстоятельное мнение по ключевым аспектам российско-суданских отношений. Особое внимание будет уделено обсуждению путей развития торгово-экономического сотрудничества, расширению возможностей для участия российских компаний в реализации стратегических проектов на суданской территории. Также отдельно будут обсуждаться актуальные международные и региональные проблемы с акцентом на необходимость поиска политико-дипломатических решений, кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте. Также 12 июля состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джон Керри в рамках его рабочего визита в Москву. Имеется в виду предмет обсудить актуальные вопросы международной климатической повестки дня в контексте подготовки к предстоящей осенью текущего года 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата и с учетом текущего председательства Российской Федерации в Арктическом Совете. Предполагается также обменяться мнениями относительно национальных приоритетов двух стран и возможностей совместных действий в достижении реалистичных климатических целей, прежде всего в рамках Парижского соглашения 2016 года. 13-14 июля в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Встреча глав внешнеполитических ведомств откроет завершающий этап подготовки заседания Совета глав государств-членов ШОС, запланирован на 16-17 сентября в Душанбе, будет посвящено 20-й годовщине создания этой организации. Предстоит прианализировать состояние и перспективы дальнейшего продвижения многостороннего сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей. Министры обсудят также проекты документов, которые планируется вынести на рассмотрение лидеров. Состоится обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Также запланирован ряду сторонних бесед министра иностранных дел России Сергея Лаврова с зарубежными партнерами. 14 июля там же, в Душанбе, планируется встреча министров иностранных дел государств-членов ШОС и Исламской республики Афганистан в формате контактной группы ШОС Афганистан. В ней примет участие глава российского внешнеполитического ведомства. Главы Министерства иностранных дел обстоятельно обсудят международную и региональную проблематику. И, конечно, первоочередное внимание будет уделено положению дел в Афганистане в контексте вывода иностранных военных контингентов из этой страны. Представитель Кабула поделится оценками ситуации, видением афганской стороны конкретных аспектов взаимодействия с ШОСовскими странами в складывающихся условиях. Предполагается, что по итогам этой встречи главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС примут совместное заявление. 15-16 июля в Ташкенте министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». С инициативой проведения конференции выступил президент Республики Узбекистан. На мероприятие приглашены руководители внешнеполитических и иных ведомств стран Центральной и Южной Азии, России, Китая, США, Евросоюза, Израиля, Малайзии, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства, Японии и других государств, ведущих международных организаций, финансовых институтов и компаний, мировых научно-исследовательских и аналитических центров. В ходе предстоящего форума запланировано рассмотрение широкого круга вопросов межрегионального сотрудничества, перспектив реализации транспортно-транзитных, инновационных, технологических, культурно-гуманитарных и туристических возможностей. С российской стороны, внимание привлечено к важности работы над объединительной, неполитизированной повесткой сотрудничества. Освещен передовой опыт соответствующей работы в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, в том числе в русле сопряжения основных торгово-экономических, инвестиционных и транспортно-коммуникационных инициатив на евразийском пространстве. 16 июля, там же в Ташкенте, на полях уже упомянутой международной конференции «Центральная Азия и Южная Азия» планируется проведение четвертой встречи министров иностранных дел Киргизской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистан и Республики Узбекистан. В контексте осложняющейся обстановки в Афганистане, по мере ускоренного вывода воинских контингентов Соединенных Штатов Америки и ряда других стран-членов НАТО, особое внимание будет уделено взаимодействию наших государств в сфере региональной безопасности, исходящей от международных террористических организаций, при угрозе незаконного оборота наркотиков и иностранных террористов-боевиков. Министр планирует также обсудить вопросы региональной и международной повесток дня, сотрудничества и взаимопомощь в условиях продолжения глобальной пандемии КАИ-19 и меры по повышению устойчивости наших стран к связанным с этим вызовам. Теперь переходим к актуальной международной повестке. И я хотела бы разделаться с замечательной новостью, долгожданной новостью. На прошлой неделе освобожден гражданин России Валерий Васильев, который вместе с четырьмя членами экипажа рыболовного судна «Атлантик Принцесс», который принадлежит зарегистрированной в городе Тэма, это Гана, компания Pioneer Food Kennedy, был похищен в результате пиратского нападения 20 мая в исключительно экономической зоне Ганы. Российский моряк чувствует себя удовлетворительно. Освобождение Валерия Васильева стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца ганских и нигерийских властей, российских дипломатов в Гане и Нигерии. Мы выражаем признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена. Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, которые планируют работать по найму на иностранных судах, тщательно взвесить все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, передвигающихся в этой акватории. Тоже, кстати говоря, из хороших новостей. 7-8 июля в Нур-Султане успешно прошла 16-я международная встреча по Сирии в астанинском формате. Участие в этом важном мероприятии помимо делегаций правительства Сирии и сирийской оппозиции приняли высокие представители России, Турции и Ирана как стран-гарантов астанинского процесса, а также делегации Иордании, Ирака, Ливана, представители Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста. Хотел бы напомнить, что астанинский формат является уникальным по своей эффективности механизмом международного содействия с сирийскому регулированию. По итогам встречи принято совместное заявление, текст которого опубликован на сайте Министерства иностранных дел России. Доступен, можно с ним также ознакомиться. 16 июля исполняется 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Он заложил правовый фундамент для формирования современной модели российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия и комплексного развития сотрудничества в практической сфере. По договоренности лидеров России и Китая юбилей этого документа является важнейшим событием в политическом диалоге двух стран в текущем году. 20-летний опыт поступательного углубления двусторонних связей свидетельствует о том, что договор успешно выдержал проверку времени. Его положение продолжает сохранять актуальность в современных условиях. Подтверждением важной роли этого международного акта для наших стран стало совместное заявление глав двух государств, принятой по итогам состоявшейся 28 июня текущего года их беседы в формате видеоконференции. В нем президент России и председатель КНР дали высокую оценку историческому и практическому значению договора, выразили согласие продлить его действия в соответствии со статьей 25 на последующий пятилетний период. В России неизменно настроена дальнейшая реализация потенциала договора и углубления связей с Китаем по самому широкому спектру направлений, руководствуясь магистральной концепцией нашего базового двустороннего документа, а именно решимостью передавать дружбу между народами двух стран из поколения в поколение. Теперь я хотела бы, завершая эту часть, обратиться к нашим китайским друзьям, процитировав то, что они, наверное, хорошо знают. Я думаю, что мне не нужно говорить, кто является автором этой фразы. Китай об этом прекрасно знают. И теперь к новости тревожной, которая тревожит и беспокоит и большое количество стран, наблюдателей, экспертов, эта ситуация на афганно-таджикской границе. В последнее время отмечаем резкое нарастание напряженности на афганно-таджикской границе. Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящий момент контролирует около двух третей границы с Таджикистаном. При этом зафиксированы неоднократные случаи перехода афганских силовиков на таджикскую территорию в результате боестолкновений с движением талибов. Нарастание напряженности у южных рубежей нашего союзника по ОДКБ не может не вызывать обеспокоенность. Москва и Душанбой ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам. Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием. 201-я российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе. В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций. Хотел бы обратить внимание на развернутый комментарий, который в этой ситуации дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая вчера во Владивостоке. Синограмму на сайте, также можно с ней знакомиться. Призываем противоборствующие стороны межафганского конфликта проявить сдержанность и избегать распространения напряженности за пределы страны. Украина продолжает вызывать обеспокоенность ситуации в этой стране. По-прежнему пробуксовывают переговоры по регулированию конфликта в Донбассе. 6 и 7 июля в онлайн-режиме прошли заседания контактной группы, ее рабочих подгрупп, они вновь завершились нулевым результатом. И главная причина – это позиция украинской делегации, которая стала еще более деструктивной, чем на предыдущих встречах, хотя, казалось бы, куда уже больше. Чтобы отвлечь внимание от собственного саботажа минских соглашений, украинские представители выступают в публичном пространстве с откровенно провокационными заявлениями. Недавно один из членов делегации Украины в контактной группе Алексей Арестович заявил, что достигнутые в Минске договоренности якобы не носят обязывающего характера и являются лишь доброй волей сторон. По его словам, в 2015 году Совет Безопасности он не утвердил, а лишь приветствовал Минский комплекс мер как некую дорожную карту. Это удивительное открытие наших украинских коллег, не первое удивительное открытие, но яркое. Не менее удивляет и с какой стати украинские коллеги перевели четко обозначенные на официальных языках Организации Объединенных Наций обязательства, которые там зафиксированы, исключительно как приветствие. Я просто хотела бы сказать, цитируя непосредственно резолюцию 22.02 и просто привести в пример те выражения, те слова, которые там до сих пор, к удивлению, наверное, украинской делегации, записаны. Там написано именно «одобряет», не «приветствует», а «одобряет» по-английски «endorses». И точно так же это зафиксировано на французском, испанском, арабском и китайском языках, если им недостаточно русского. Поэтому здесь, в общем-то, украинская делегация посягнула на норму международного права. Не только в своей трактовке, а просто введение в заблуждение собственной общественности на предмет языка резолюции Совета Безопасности ООН. Другим способом отвлечь внимание от соподажа Киева-Минских соглашений это, конечно, непрерывное игнорирование разного рода инициатив. Мы уже слышали эти идеи со стороны Киева о референдуме по Донбассу, переносу переговоров из Минска, привлечении США и Британии к нормандскому формату. Много было разных затей. Вот еще одна на днях появилась у президента Зеленского. Он ее озвучил, как всегда, не в диалоге с партнерами, а в средствах массовой информации. Она заключается в том, что Киев теперь предлагает создать дополнительный, параллельный нормандскому формат переговоров. Ну, о чем это говорит? Все это демонстрирует, что Украина осознанно заводит процесс урегулирования в тупик, делает это намеренно, целенаправленно и последовательно. Тем временем Киев продолжает стягивать линии соприкосновения в Донбассе новые силы и ужесточать экономическую и гуманитарную блокаду региона, ухудшая и без того тяжелое положение его жителей. К сожалению, украинские власти не выполняют не только договоренности по Донбассу и международные обязательства, но и нормы собственного внутреннего законодательства. Это подтверждает исследование ряда украинских центров, приуроченных к 25-летию Конституции Украины, которая отмечалась на прошлой неделе. По их оценкам, из 161 статьи основного закона систематически нарушаются 125, то есть 78%. Игнорируются гарантии использования защиты русского и других языков, попираются права нацменьшинств, запрет на вмешательство в религиозные дела, положение о защите частной собственности и личной неприкосновенности. Хотел бы обратить внимание на то, что это не российские оценки, а внутриукраинские. Особую тревогу вызывает разгон украиня на неонацизм. А сейчас украинские неонацисты, чувствуя абсолютную безнаказанность, начали подготовку к празднованию 80-летия украинской повстанческой армии. Напомню, она была создана 14 октября 1942 года. Цель этого мероприятия – показать преемственность, как они называют, старых и новых националистов, которые именуются борцами за независимость Украины. Проект постановления соответствующего уже внесен в Верховную Раду. Его авторами стали все фракции, за исключением оппозиционной платформы «За жизнь». Предложен целый ряд мероприятий, включая переименование улиц, площадей в честь фашистских коллаборационистов, возведение новых памятников. Президенту Зеленскому рекомендовано вернуть звание Героя Украины таким одиозным, стоящим вне закона и морали персонажем, как Бандера и Шухевич. Продолжающееся попустительство таким тенденциям – это не просто попустительство, я бы сказала, там все на полном ходу развивается со стороны киевских властей и, кстати, международного сообщества – может иметь самые серьезные последствия не только для Украины, но и других стран Европы и мира. Мы это делали ранее и намерены продолжать нашу политику на этом направлении. Мы призываем международные организации, мы призываем зарубежных партнеров добиваться от украинских властей соблюдения своих обязательств по регулированию конфликта в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод человека. Коль скоро эти обязательства Киев на себя взял. Республика Молдова. 11 июля там пройдут внеочередные выборы в парламент. За 101 место в новом составе законодательного органа страны будут бороться свыше 20 политических партий и объединений. Одни из них выступают за сбалансированное развитие отношений с Россией, странами ЕС, СНГ, государствами Запада. Другие являются сторонниками исключительно прозападного курса в ущерб традиционным связям с другими партнерами Молдавии. В России внимательно следят за подготовкой к выборам, как к важнейшему внутриполитическому событию в жизни Молдавии, который является парламентской республикой. Мы рассчитываем, что молдавским избирателям будут обеспечены все необходимые условия для честного, свободного и прозрачного волеизъявления. Российские наблюдатели будут осуществлять мониторинг соблюдения молдавского избирательного законодательства и соответствующих международных актов в составе миссий исполкома СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и БДИПЧ ОБСЕ. С сожалению, вынужден констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость откровенно ангажированных заявлений и комментариев с тенденциозными выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны. Результатом стало обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и поляризация общества. Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии, страны, с которой нас связывает общая история, тесные исторические, культурные и гуманитарные узы. Мы выступаем за сохранение сбалансированной внешнеполитической линии, закрепленного в Конституции нейтралитета Молдавии. Будем готовы конструктивно работать с новым парламентом и правительством Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам выборов. Мы надеемся, что сами выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права. Буквально несколько слов хотела бы сказать о новых откровениях главы МВД Чехии Гамачика. Это искрометные заявления, которые он делает раз за разом, удивляют все больше и больше. В данном случае он, кстати говоря, не только глава МВД, он еще является первым вице-премьером правительства Чехии. Он дал интервью местному интернет-изданию 8 июля и заявил, что выслав ряд дипломатов и агентов, имеется в виду российских, чешские власти, и теперь прямая цитата, «исполнили мечту сообщества безопасности, усложнили работу российским разведкам и уравняли количество дипломатов в обеих странах». Минуточку. Так это было расследование того, что произошло в Рыббетице, или это была чья-то мечта, которую, наконец, удалось реализовать? Но, судя по заявлениям министра внутренних дел Чехии, это мечта. Все-таки мы понимаем, что это заявление он сделал в своем официальном качестве. Значит, все это имеет спланированный, осознанный и, как мы теперь понимаем, злонамеренный характер. Состряпанок, опять же, как это стало очевидно, было это все просто на коленях, прилепили ко всей этой истории выдуманной. Зачем-то Петрова, Баширова, видимо, вариант с русскими хакерами показался менее помпезным и менее эффектным. Ну, что можно сказать? Мы, конечно, будем и далее следить за откровениями чешских политических деятелей, хотя, честно говоря, после таких заявлений сложно относиться к ним как к серьезным политическим деятелям, потому что вся эта история говорит об абсолютной безответственности ее создателей и откровенной глупости. Организация Объединенных Наций. С 24 по 30 июня в Нью-Йорке состоялась вторая контртеррористическая неделя ООН, посвященная обсуждению стоящих перед международным сообществом вызовов в сфере антитеррора. Организаторами серии встреч выступило Управление ООН по контртерроризму, возглавляемое нашим соотечественником, заместителем генсекретаря ООН Владимиром Воронковым. Положительно оцениваем уровень подготовки и итоги мероприятия. В очередной раз оно подтвердило высокую эффективность работы Управления ООН по контртерроризму. Центральное событие недели антитеррора. Вторая конференция глав контртеррористических ведомств государств членов ООН собрала более 1 тысячи представителей дипломатического корпуса, компетентных ведомств, международных региональных организаций, а также представителей НКО. В рамках встречи были обсуждены такие темы, как меры по противодействию подстрекательству, вербовке, прочей деятельности международных террористических организаций, сбор и обмен данными между правоохранительными органами, пресечение, перемещение и судебное преследование иностранных террористов-боевиков, а также вопросы репатриации, реабилитации и реинтеграции иностранных террористов-боевиков и членов их семей. Выступление заместили директора ФСБ России, руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина, сдало прагматичный тон всей дискуссии в ходе основного заседания конференции. В нем, в этом выступлении, были обозначены принципиальные подходы России в контртеррористической деятельности. Традиционно в позитивном ключе была встречена презентация полномочного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой в рамках сессии по репатриации женщин и детей из зон конфликтов. Передовые наработки по оперативному возвращению несовершеннолетних российских граждан и сложнейших условия лагерей для временного перемещения лиц в Сирии и Ираке нашли признание у подавляющего числа участников, которые проявили интерес перенять соответствующий российский опыт. Помимо, собственно, самой конференции высокого уровня в рамках контртеррористической недели он состоялось несколько десятков мероприятий на полях данного форума. Совместно с исполнительным директором контртеррористического комитета СБУ выступили в качестве сорганизатора встречи по приоритетному для нашей страны направлению в сфере противодействия терроризму, а именно пресечению незаконных поставок оружия террористическим группировкам. Успешным был и брифинг советника председателя Национального антитеррористического комитета Евгения Ильина по тематике развития контртеррористических координационных центров, сбалансированность и практическую направленность, которого отметили присутствующие иностранные делегации. Также в ходе выступления был представлен российский опыт формирования национальной системы противодействия терроризму, выстраивания механизмов межведомственной координации и обмена информацией. Завершение контртеррористической недели ознаменовалось консенсусным принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной седьмому обзору выполнения государственными глобальной контртеррористической стратегии организации. Несмотря на имевшиеся в ходе ее согласования и трудности, и противоречия, в документе нашли отражение принципиальные российские подходы к борьбе с терроризмом и профильному международному сотрудничеству. Еще одна тема, связанная с Организацией Объединенных Наций, 6 июля на площадке ООН в виртуальном формате селс-мероприятие, которое было приурочено к формальному запуску, созданной по инициативе Венесуэлы группы друзей в защиту Устава Всемирной Организации. Россия, как государство-основатель ООН и ответственный член международного сообщества, выступила в качестве одного из соучредителей данного объединения. Внушительное число участников заседания, а было более 60 делегаций, свидетельствует о чрезвычайно важном значении, которое государство-члены придают неукоснительному соблюдению целей и принципов этого краеугольного документа современной системы международного права. Лейтмотивом в большинстве выступлений звучал тезис о необходимости укрепления многосторонних начал в мировых делах на основе Устава ООН, расширения равноправного сотрудничества в деле преодоления глобальных вызовов, жесткой критике подверглась практика применения односторонних принудительных мер в обход Всемирной Организации, со своей стороны акцентировали неприемлемость попыток подменить действующую международную правовую архитектуру одиозными конструкциями наподобие миропорядка, основанного на правилах, западной концепции, подчеркнули, что защита идеалов межгосударственного взаимодействия приобретает повышенную актуальность на фоне стремления коллективного Запада затормозить объективные процессы формирования полицентричного мироустройства и вернуть в себе утраченное доминирование. Имеем в виду совместно с единомышленниками продолжать энергично противодействовать курсу на основу полагающих международных правовых норм, заложенных в устав ООН и всемирно содействовать укреплению авторитета Организации Объединенных Наций как безальтернативного форма для поиска коллективных решений мировых проблем. Хотела бы сказать несколько слов о ходе расследования убийства президента Гаити. Мы продолжаем следить за его ходом, за ходом расследования наглого, демонстративного убийства. Главы этого государства, о котором мы уже говорили, является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране. В ходе расследования этого преступления полиции Гаити было задержано около двух десятков подозреваемых, большая часть из которых оказалась гражданами Колумбии. Как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность. Она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы. Подобное мы постоянно наблюдаем в других странах, в том числе и в нашем ближнем зарубежье. Мы выражаем надежду, что гаитианские правоохранительные органы сумеют разобраться в истинных причинах произошедшего и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников данного преступления. Что удивило, так это тот факт, что вчера официальные представители силовых ведомств Соединенных Штатов Америки на вопрос журналистов в ходе брифингов не сумели подтвердить или опровергнуть, полностью ушли от ответа на вопрос о вовлеченности граждан США в это преступление. Почему это удивляет? Потому что когда речь идет о неких пресловутых российских хакерах, мифических россиянах, которые вмешиваются в выборы, там и тут с точки зрения некоторых политических сил в США влияют на мировые процессы, подрывая их, то представители, официальные представители соответствующих ведомств и органов Соединенных Штатов Америки намного более разговорчивы. Мало того, они тут же по, как они считают, горячим следам выносят обвинительные приговоры, вводят санкции, призывают мировое сообщество к солидарности в противодействии этой самой якобы российской угрозе. Подождите, когда речь идет о ваших американских гражданах, которые в Гаити задержаны, и эта страна сделала официальное заявление на этот счет, «Почему же вы не хотите это комментировать? Почему же вы так немногословные? Почему же вы не считаете нужным придать этому особое звучание? Ведь убит президент суверенного государства». Теперь еще одна тема – вмешательство США во внутренние дела Никарагу. Хотели бы развернуто прокомментировать развитие событий вокруг этой страны. Дело в том, что по мере приближения всеобщих выборов в этом государстве, а они запланированы на 7 ноября, нарастает мощная волна внешнего давления на законное правительство президента Даниэля Ротеги. Давление имеет мало общего, заявленное его авторами с заботой о проведении там свободного демократического голосования. Оно просто начинает превращаться в борьбу, в бои без правил с очевидной и нескрываемой целью отстранения сандинистов от власти путем дестабилизации страны. В общем-то, сценарий традиционный для наших западных партнеров. Обращая на себя внимание, что ведущееся грубое, неприкрытое вмешательство во внутренние дела Никарагуа, включая вопросы финансирования, четко прописано в нормативной законодательной базе США. Еще в ноябре 2018 года тогдашний американский президент принял решение, он, так сказать, утвердил исполнительное распоряжение, объявляющее ситуацию в этой центральной американской стране, ни много ни мало, чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политики США. В декабре 2018 года в США утвержден закон об условиях инвестирования в Никарагуа. В соответствии с этим документом американцы заблокировали финансирование Никарагуа со стороны международных банков и валютно-финансовых организаций. Это МВФ, Всемирный банк и так далее. Ввели визовые другие ограничения в отношении никарагуанских официальных представителей, чиновников, отменили статус временной защиты для мигрантов из этой страны. Вот это кольцо экономических рестрикций стало сжиматься в разгар пандемии. Цинизм. Белый дом резко сократил финансовую помощь Никарагуа на цели социального развития, исключил страну из списка государств Центральной Америки, которые получают вакцины в качестве гуманитарной помощи. Просто идет целенаправленная работа по исключениям Монагу из региональных соглашений, и в том числе и о свободной торговле. Речь о Центрально-американском соглашении о свободной торговле, о соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой. В том же ряду соглашение об ассоциации стран Евросоюза и Центральной Америки. Также и на лицо попытки предоставить участие Монагу в организации американских государств. Одновременно наращиваются прописанные опять же в этом самом американском законе усилия по вовлечению в антиправительную работу подконтрольных НПО. Это все зафиксировано в законодательных актах Соединенных Штатов Америки. Непосредственное взаимодействие с оппонентами режима, как они его называют, координирует Монагу лично посол США, который проводит с ними регулярные установочные совещания. В общем, мы все тоже это проходили на примерах очень многих стран. Согласно экспертным оценкам по линии USAID и других американских так называемых гуманитарных структур, в никоганскую оппозицию вложено более 1 миллиарда долларов США. Не на социальную помощь, не на гуманитарную помощь, не на борьбу с COVID-19 направленные деньги, а в оппозиционные силы этого государства. Игнорируя принцип разделения ветвей власти, поднимается такая истерическая волна вокруг судебных процессов в отношении отдельных оппозиционеров. При этом любые шаги со стороны законных властей по пресечению иностранного вмешательства характеризуются западным мейнстримом не иначе, как подавление свободы, удушение свободы, ну и все по списку, который тоже нам хорошо известен. Причем самое интересное, что все это зеркально отражает действующие в самих США ограничения. Например, в рамках принятого еще в 1938 году закона об иноагентах пара, хорошо нам всем известно, и на фоне вот такого беспокойства США вызывает удивление, что о массовых избиениях и даже убийствах протестующих других странах, в том числе в Латинской Америке, Вашингтон не просто ничего не говорит, наоборот же оправдывают подобные действия. Глобальная пандемия и вызванный ею во многих регионах, включая и латиноамериканский жесткий социально-экономический кризис, показали, что сегодня основная линия защиты демократии и прав человека во многом лежит в плоскости обеспечения государственной управляемости. Все же то, что делается коллективным Западом в Никарагу, идет вопреки этому. Свобода выбора подменяется подстраиванием избирательного процесса под заранее запрограммированный результат, который должен отвечать интересам политического инжиниринга извне. Мы категорически отвергаем попытки иностранного вмешательства во внутренние дела в Никарагу, убеждены в том, что жители этой страны имеют право самостоятельно, без иностранного вмешательства, определять дальнейшую судьбу своего государства. Мы искренне желаем успехов правительству, мира и процветания никарагуанскому народу, с которым нас связывают прочные отношения дружбы и стратегического партнерства. И продолжим держать поле зрения ситуации в этой стране, будем информировать о наших оценках дальнейшего развития события там. Албания. Средства массовой информации этой страны запустили. Через них была запущена информационная атака, кампания насчет возбуждения местной прокуратуры и уголовных дел против двух российских граждан, якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений. Цельные структуры Албании на этот счет не высказывались. Никакой информации по дипломатическим каналам к нам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа. Один из российских граждан ранее обратился в Министерство иностранных дел России с жалобой на длительное задержание и крайне некорректное обращение с ним при пересечении границы Албании, которую он посетил с туристическими целями. В этой связи нашими дипломатами был предпринят Димарш в Тиране с акцентом на необходимость строгого соблюдения в подобных случаях действующих международных норм, в том числе правочеловеческих, консульских, кстати говоря. Пока на данном этапе, судя по всему, речь идет об отработке вне какой-либо связи с реальностью пропагандистской установки Североатлантического альянса. Просто все по традиционным лекалам исполнено. Люди, которые хотели въехать на территорию этой страны с туристическими целями, поняли, что это небезопасно, потому что они могут стать жертвой подобных натовских заходов. В общем, и для тех, кто планировал провести там либо отпуск, либо посетить эту страну с туристическими целями, стоило бы учитывать развитие этой ситуации. Еще раз хотел бы напомнить, что мы, безусловно, будем не просто следить, но и оказывать нашим гражданам соответствующую необходимую помощь по защите их прав. Я хотела бы сказать о том, что вышел очередной доклад Министерства иностранных дел России о ситуации с правами человека. В рамках продолжающихся усилий по привлечению внимания к вызовам, с которыми сталкивается современное международное сообщество в области прав человека. Дело в данной области в ряде государств, которые относятся к развитым демократиям, образцовым в плане защиты прав человека, а также тягощей... ...тяготеющих к этому кругу государства. К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на... ...в том, что используется данный метод государствами, которые сами... ...фаз кризиса, как это, например, было с проблемой, ...проблематикой России... ...выданной и функционирующей в рамках... ...открыто ведется пропаганда российских идей и ценностей. Также поднимают головы национал-радикалы. Активизируются попытки расколоть общество по национальному, языковому признаку. И на этом фоне в ряде стран по обе стороны... ...оправдывают... ...мирными ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения, собраний и ассоциаций. Это делают традиционно Вашингтон, голосуя против. Делают они это целенаправленно. Вашингтон не поддерживает эту резолюцию. И тоже мы понимаем, кто оказывает влияние. Кроме того, власти отдельных государств начинают использовать эти проявления в качестве предлога для расправы с политическими оппонентами. Проблема приняла настолько серьезный размах, в том, что... ...проблема защиты прав национальных меньшинств... ...наиболее критично обстоят дела с положением русскоязычного населения в странах... ...системному давлению и дискриминации со стороны национальных властей. И, конечно, отдельно следует упомянуть усилия коллективного Запада по переписыванию истории Второй мировой войны и ревизии ее итогов. Циничные попытки... ...программы общего образовательного курса. Речь идет об обязательном образовании. Данные негативные тенденции, а также ряд других серьезных проблем были отражены в настоящем, в представленном, опубликованном докладе Министерства. Вы можете с ним ознакомиться, он доступен на сайте. К сожалению... ...поощрение и защита прав... ...в сайте Министерства. Еще одна новость. Вчера она прошла посредством массовой информации. Были вопросы. Хотел бы подтверждить, что действительно Министерство иностранных дел России учредило медаль за заслуги во внешней политике. Посольский приказ этой наградой... ...иностранные граждане и лица без граждан... ...за активную работу по отстаиванию внешнеполитического курса нашей страны, за многолетнюю дипломатическую службу и за вклад в укрепление дружеских связей России с другими государствами. На лицевой стороне медали изображен всадник, поражающий крылатого змея, по кругу надпись посольский приказ и оковсия. Мы сегодня подробный материал опубликуем в сетях. И завершая вступительную часть, я хотела бы сказать о том, что вчера, 8 июля, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось открытие выставки известного российского фотографа Александра Химушина «Мир в лицах». Это коллекция из 170 масштабных портретных изображений представителей коренных малочисленных народов. Она стала еще и проходящая вживую культурную акцию в ЮНЕСКО после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. И проведение этого мероприятия приурочено к празднованию предстоящего Международного дня коренных народов мира. Остается оно ровно через месяц, 9 августа. Символизирует Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. При ЮНЕСКО и компании Норникель мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме сохранения развития языков коренных народов мира, подчеркнуть значимость многоязычия, лингвистического разнообразия для достижения целей устойчивого развития и укрепления межкультурного диалога. Экспозиция «Мир в лицах» продлится... Есть ли с нами журнал «Международная жизнь»? У меня к вам несколько вопросов. Коллеги, если можно, учитывая время, потому что дальше у нас следуют переговоры, и они будут транслироваться онлайн, вступить на часть глав МИД России и Индии, можно чуть... ...заключение по вопросу... В частности, в Венецистанской комиссии не только призывают пересмотреть указанные нормы, но и в целом заявляют о том, что эти поправки, внесенные в Госдуму в прошлом году, представляют собой серьезное нарушение прав россиян, людей в России и так далее. И вот... ...вопросом и правам человека. ...социумальная конструктивность и открытость к сотрудничеству с этой консультативной структурой при Совете Европы. Российские органы власти своевременно подготовили исчерпывающие ответы на вопросы, которые были получены от докладчиков Венецианской комиссии в рамках работы... ...многие положения заключения... ...права применения. И хотела бы отметить, что в адрес экспертов комиссии был направлен большой объем материалов на этот счет в ответ на поставленные вопросы. Мы надеемся, что Венецианская комиссия в дальнейшем будет с большим вниманием и уважением относиться к сотрудничеству. ... Честно говоря, сама за миранием сердца слежу за этой историей, учитывая ту истерику, которую мы услышали от западных государств. Она, кстати говоря, была подкреплена практическими, мягко говоря, несоразуменными... ...помню, 28 июня в ходе... ...последания 223-й сессии Совета Международной организации гражданской авиации состоялся обсуждение представленного генеральным секретарем ИКАО промежуточного доклада. Он называется об инциденте с рейсом FR-4978 в компании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси. ... ...последования группы по расследованию... ...того, что же произошло... ...направлении запросов о предоставлении материалов, вовлечённом в это событие государством, полученных данных и дальнейших направлениях работы группы. В документе констатируется необходимость получения дополнительной информации... ...не только государственной... ...с целью установления фактов. Ожидается окончательное заключение группы, и мы по-прежнему исходим из необходимости профессиональной и всесторонней оценки ситуации, не допускающей политизации вопроса и преждевременных оценочных суждений. ...последования... ...согласно которому русские не отнесены к автохтонному населению страны. При этом на Украине уже много лет и даже десятилетия с разной степенью интенсивности продолжается дерусификация, о которой вы тоже неоднократно говорили. Какие инструменты мягкой силы применяет сейчас Россия в ответ на это? И планирует ли МИД менять как-то свою политику по отношению к Украине, чтобы не потерять влияние... ...спорить и так далее. Давайте, в принципе, мы можем с вами на эту тему еще отдельно поговорить, потому что она бескрайняя и безбрежная. Вот упомянутая вами законодательная мера носит, безусловно, дискриминационный характер, особенно учитывая все этносы, отнесенные Киевом к коренным народам. Так вот они... ...культуры, традиции и так далее. То подобными действиями киевские власти пытаются отвлечь внимание международного сообщества от просто выпиющего нарушения прав национальных меньшинств и русскоязычного населения непосредственно у себя в стране. Но самое ужасное, что проводится политика сегрегации... ...которые в цивилизованном... ...право морали и этики. Мы неоднократно привлекали к этому внимание международных организаций. Мы ставим этот вопрос в ООН, ОБСЕ, сайте Европы. Мы добиваемся от Киева выполнения его обязательств в рамках существующих международных организаций. Рост сотрудничества, организации и многое предпринимается. Я с удовольствием вам предоставлю более расширенный материал по всем аспектам, но уже, так сказать, индивидуально. Есть ли у вас еще вопросы? Да, есть еще один вопрос тоже про наших соседей. Как, возможно, вы знаете... ...по словам, опять же... В то же время глава литовского МИД открыто приняет Минск в использовании беженцев в качестве гибридного оружия. Следит ли Москва за этой ситуацией и как вы относитесь к подобным действиям Минска? Считаете ли вы справедливыми объединения литовской стороны? Вы знаете, слышать стенания Евросоюза... ...это нелепые... ...и осуществляя крестовые подходы, в частности, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для европейского континента. И после этого они объявили... ...в миграционной сфере. Еще раз хочу сказать, смешно и нелепо все это случилось. ...количество стран нарушили ход уклад... ...о переселении тысяч, десятков тысяч людей, которые, называйте их беженцы, мигранты, люди, которые не смогли продолжить жизнь, не только традиционный уклад... ...и гражданские войны. Вот я... ...честно говоря, не просто с удивлением, мне казалось, что все-таки у Брюсселя и, в частности, у Литвы, ну, найдется какое-то, не знаю, ну, про совесть вряд ли... ...в Ларуси, учитывая, что Брюссель... ...выталкивание людей за пределы собственных границ. Причем не только на суше, но и на море. Так сказать, разделение целых семей. Вы вспомните эти жуткие истории, которые... ...виновниками, прямыми, не косвенными, прямыми виновниками, так сказать, ...вот этих исходов людей, мигрантов, беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И вот так с ними обходить... ... Литва — это двусторонние отношения в этот сюжет. Я хотела бы напомнить, что Беларусь является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми, нелегальной миграцией, продвигая полезные инициативы в международных организациях. Именно усилиями Минска во многом удалось привлекать потоки мигрантов... ... ...результат требовало белорусских пограниц... ...границы с соседними государствами, включая, кстати говоря, и Литву. А теперь давайте посмотрим, так сказать, поглубже, нежели статьи в литовской и западной прессе. Давайте посмотрим на реалии. Разве там не знали, что в последнее время... ... ...учили... ... ...суверенное государство. Поэтому чего ж теперь удивляться западным партнерам, что на других направлениях могут возникать проблемы. Если соседние с Беларусью государства действительно заинтересованы в сокращении потоков, как они считают, исходящих, ... ...деговоры, так действуют все... ...поэтому нужно не разрушать контакты с белорусскими властями, не открывать лжепосольство Беларуси по всему миру, а укреплять контакты с белорусскими властями и вести соответствующий диалог. Так, если у нас... ... ... ...наращивание военного сотрудничества... ...по итогам Шушинской декларации, подписанной 15 июня от Турции, Азербайджана дополнили концепцию одна нация, два государства, стратегии одной армии на две страны. Получается, самая большая армия страны НАТО и Азербайджан, которые являются самым сильным в военном плане... ...в Карабана... ...в таком случае против кого направлен такой мощный военный союз, который создается, и какие меры может предпринимать Россия по укреплению военного паритета на Южном Кавказе? В Казии, как подформирующиеся в границ России, подробно осветил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким Минзелом в Анталии 30 июня, наша позиция четко была изложена. Добавить к этому нечего. Как Вы можете прокомментировать это и является ли такое мероприятие составления подобного списка частью информационной кампании против России? Вы знаете, обычно мы подобные вещи редко комментируем. Но раз Вы спросили, я хотела бы сказать, что да, действительно, я видела сообщение. Берется за подобный анализ, нравится, не нравится, нравится ей, нравится, так сказать, по итогам проделанной работы или не нравится, это неважно, она должна быть объективной. Что-то мы не заметили, например, в пресловутом списке руководителей Украины, которые, ну так, просто... Мы не видели там руководителя. Руководство Латвии, которое развернуло уголовное преследование сотрудников агентства «Спутника» и «Балтнюс» в Риге. Литвы тоже, от Литвы никто там не представлен в этом списке. Они там, кстати говоря, установили просто доминирую. ...информации, говорили о том, что бесконечным давлением и неподобающим поведению со стороны властей. И мало того, такой сегрегацией источников информации в соцсетях, которая сейчас началась в США, мир, в общем, пока еще не проходил. Где все эти люди? Почему они не удовлетворены? ...являются просто карательным мечом, так сказать, политической элиты. Что репортеры «Без границ» ничего не сказали о, например, поведении Елисейского дворца, который не пускает, хотя и аккредитуют, но физически не пускает российских журналистов на свою... ...вы качества работы данной структуры. Если нет... Да, да, мы здесь, мы на связи. Да, да, слушаю вас. Вы нас слышите? Да, слушаем. Да, добрый день, Мария Владимировна. У нас также два вопроса, я постараюсь безлаконечным. Тема одна – это российское военное присутствие в Армении. Значит, в Москве в конце июня... И в продолжении темы, с вашего позволения, обсуждается ли сейчас, в том числе и по дипломатическим каналам, вопрос размещения российских пограничников на некоторых участках армянной западной границы. Если да, на какой стадии находится решение вопроса? Отмечу ли, что этот вопрос приобрел в Армении? Значит, расширение базы России, да, в Армении? Это был первый вопрос, да? То есть, речь идет о расширении возможностей действующей базы? Я поняла. Вопросы с упрощением региональной безопасности. Они активно обсуждаются с армянскими партнерами в различных форматах, как вы знаете. И основой для этого... Значит, что касается комплекса вопросов на горно-карабахское урегулирование, то он детально обсуждался 7 июля в Москве на встрече президента Российской Федерации с его премьер-министром Республики Армения. Подтверждена важность последовательной реализации... ...склад в налаживание мирной жизни в Нагорном Бажду, Ереваном и Бакуатом... ...также устранение взаимных раздражителей. В частности, в ходе встречи, как вы знаете, Никол Пушинян поблагодарил президента России за его личный вклад в возвращение 3 июля 15 армянских пленников. Я напомню, с декабря... ...равно, как... ...для Баку вопрос передачи карт минных полей, пока не удается решить окончательно. Российская позиция на этот счет хорошо известна. Мы выступаем за их скорейшее решение без каких-либо предусловий, без взаимных увязок и так далее. Обстановка в зоне ответственности... ...это зона их ответственности. За более подробной информацией по существу вопросов большая просьба обращаться туда, вот в контексте непосредственной ситуации на земле. ...пособы посол России в Армении Сергей Копыркин, премьер-министр Армении об отводе подразделений вооруженных сил Армении Азербайджана с от Лознаварского участка армии на азербайджанской границе и размещения там международных наблюдателей, отметил, что ведутся предметные консультации, эти вопросы обсуждаются, в том числе в практическом смысле. Вопрос, если позвольте. На днях Азербайджанская проникшая на территорию Армении в направлении Вериншоржа в герокрутнице области Армении спровоцировала перестрелку в результате которой был ранен военнослужащий вооруженных сил Армении. Каков Ваш комментарий в связи с такими деструктивными шагами Азербайджана? Подчеркнуть, когда говорят, что оно напрямую связано с Нагорно-Карабахскому регулированию, здесь я еще раз подчеркиваю, что мы так это не расценим. Мы исходим из того, что оно напрямую не связано с НКУ и является следствием отсутствия международных войсками. Мы неоднократно подчеркивали, что мы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готовы оказывать необходимое консультативное содействие. И в настоящее время продолжаются контакты по линии. И в этом смысле наш МИД спереди планеты всей. И мы гордимся тем, что наш МИД заговорил по-китайски. Почаще приобщайте нас к великой китайской культуре.